Израиль за неделю. На народной волне. Продолжаем нашу программу. И телефон в студии 847-400-5200. Давайте, наверное, примем звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. В эту пятницу на первом седере я присутствовал в одной ортодоксальной семье. И когда мы читали о году, после одной из глав начала звучать очень знакомая песня на мелодию советской песни «Катюша», композитора Блантера. Вы можете что-то сказать по этому поводу? Кто действительный автор, а кто плагиатом воспользовался? Спасибо, я послушаю вас по радио. Да, насчёт плагиата это я не знаю, но известно, что многие советские песни писались композитором Блантером и многими другими еврейскими композиторами. И в мелодии они закладывали мотивы, которые они слышали с детства. Не знаю, есть ли авторы этих мотивов, или это мелодии народные. Кроме того, можно петь пасхальный седер на любую мелодию, которая вам нравится. Как-то мы ходили к нашим друзьям на пасхальный седер, и это было просто как опера. Значит, их музыкальный хозяин, он использовал просто отрывки из разных европейских опер и пел на эти мелодии. Петь можно на самые разные мелодии, как и на традиционные еврейские. Я уже не говорю о том, что у разных евреев, а в Израиле собрались евреи разных народов, как у нас шутят. У разных евреев свои мелодии, у Сефарда в своей мелодии, у Ашкиназа в своей мелодии, у Йеменца в своей мелодии. Так что здесь не знаю, что именно плагиат, что нет, но вполне могут использоваться знакомые нам с детства мелодии. Вы знаете, что сейчас я смотрю на Фейсбуке церемонию... Благословения Куэна. Совершенно верно. Могли бы об этом несколько раз... Я как раз хотела продолжить про это. Это значит, ещё одна важная вещь, которую в древности, когда Израиль жил в своей стране, когда у нас был храм, одна из важных вещей была и, кроме принесения в жертву, весь народ стекался в Иерусалим, и Куэны, служащие в храме, давали благословение всему народу Израиля, в частности, всем пришедшим в Иерусалим. Этот обычай восстанавливается. Здесь нет таких проблем, как с принесением жертвы, поэтому этот обычай восстанавливается. И всю неделю в Иерусалиме Куэны дают благословения. Куэны... Это передаётся по наследству. Куэны это... Очень часто это люди с фамилией Куэн. Как, например, наш генеральный инспектор полиции, вот он по фамилии Куэн, и он действительно является Куэном. Он тоже присоединился к Куэнам, дающим это благословение. Понятно, сейчас Куэны не служат ни в каком храме, но Куэны – это традиция, переходящая от отца к сыну. И, как правило, это вот такие фамилии, как Куэн или Кац, что расшифровывается как Куэн-цедок, или Каганов. Или вот эти фамилии говорят о том, что их носитель, он принадлежит к Куэнам. Это очень торжественная церемония. Куэны накрываются талитом и благословляют весь народ Израиля. И вот весь Песох, дорога в Иерусалим совершенно, так сказать, забита, на ней постоянные пробки, потому что очень много евреев, как по традиции, приходят в Иерусалим, даже при том, что там нет храма, приходят в Иерусалим, и чтобы получить благословение Куэнов, и просто чтобы посмотреть свою столицу, древний город и множество развлечений. По пасхальные дни в Иерусалиме, например, музей Израиля открыт бесплатно для детей. Это музей и изобразительного искусства, и истории. Очень хороший музей, рекомендую вам. Различные экскурсии, различные парки. Кроме всего прочего, вот праздник Песох израильтяне используют для того, чтобы отдохнуть на природе, но пока что вот у нас немножко дождливо, и это проблематично. Завтра уже обещают тепло и солнышко. 847-400-5200, телефон нашей студии. Были попытки дозвониться, мне не хотелось прерывать, мне интересно было послушать. Если еще будут вопросы, звоните. Да, давайте мне знать. Да, я тогда дам знать. Теперь немножко о грустном, праздник праздником, а может быть и не о грустном. В праздник совершаются чудеса. До сих пор над еврейским народом. Раньше расступалось Красное море, а теперь совершаются чудеса. Хамас регулярно обстреливает нас из газа. Это не чудо, это давно всем известно. Это стало как бы обыденностью. А вот в праздник Песах ракета, нацеленная на центр Израиля, она не долетела. Что-то там сломалось и упало на самой территории газы. Есть там жертвы, нет жертв, непонятно. Главное, что случай или Всевышний, или уже не знаю что, спас нас от очередной хамасовской ракеты. Вообще ситуация с газой по-прежнему нетерпимая. И очень все надеются, что будущее правительство как-то это решит. Потому что, с одной стороны, вроде бы Хамас ведет переговоры, требует послаблений, требует денег, электричества. Израиль согласился на то, что в газу будут поступать какие-то товары, которые раньше были запрещены. А именно товары, из которых можно делать ракеты. Химикаты, удобрения, железные какие-то трубы. Это все используется для того, чтобы делать ракеты. И все это Израиль запрещал. А они говорят, ну как же, мы не можем ничего построить. Без химикатов не можно ничего вырастить. И так далее. Значит, Израиль сделал послабление. Вроде бы идут переговоры с Хамасом. Параллельно с этим, прекрасно, так сказать, с Хамасом на Израиль летят ракеты. Летят воздушные шарики с горючим. И поджигают то, что вокруг. Ну, слава богу, сейчас дожди. Сейчас поджоги не очень эффективны. Но еще буквально несколько недель. И это будет уже опасно. Давайте попробуем все-таки принять свой долг. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здесь, пожалуйста, партия НДИ Либермана войдет в правительство. Он уже как-то выдвигал условия. Пойдут ли эти религиозные партии на такие уступки? Спасибо. Совершенно верно. В самом начале передачи я говорила об этом, что Либерман выдвинул необходимым условием призыв ультраортодоксов. Зачем, не очень понятно, потому что сама армия не очень хочет призывать ультраортодоксов. Вообще, ну, представьте себе, от людей, призванных насильно, насколько наименьший будет эффект, чем от тех, кто добровольно идет в цааль. А, в общем, цааль не страдает от того, что ему не хватает людей. Наоборот, из-за того, что у нас очень большая рождаемость, она все время растет, у нас много молодых людей. У нас большие конкурсы в боевые части, просто большие конкурсы, чтобы тебя там получили в боевые части, нужно быть выдающимся и в физической форме, и, так сказать, обладать способностями в каких-то специальностях. Значит, вот Либерман это выдвигает, а ультрарелигиозные партии, наоборот, против этого возражают. Ну, почему они возражают, тут понятно. На самом деле, с каждым годом растет количество ультра-ортодоксов, обычных ультра-ортодоксов, которые хотят служить в израильской армии. Хотят служить в израильской армии, хотят не только сидеть в Яшиве, но и работать. Но если они начнут сначала служить в армии, потом они будут работать, и они перестанут быть зависимыми от руководителей своих, от глав Яшив. Они перестанут от них зависеть, и эти руководители боятся потерять свою паству. А субсидии на Яшива, опять же, даются по количеству людей, сидящих в Яшиве. Так что я здесь вполне вижу и духовный, и чисто материальный интерес религиозных руководителей, ультра-ортодоксов. Еще раз подчеркну, что в таких вот нападках на религиозных очень часто все смешивают в кучу. Так вот, религиозные сионисты, не ультра-ортодоксы, а ортодоксы сионистские, они как раз составляют костяк нашей армии. Они с удовольствием идут в армию. Там есть целые Яшивы, то, что называется Яшиват из Дерк, где совмещаются и изучение Тары, и служба в армии. И они полноценно служат в армии. Младший офицерский состав там на 40% укомплектован из людей, носящих кипу, а на 40% из людей, немножко говорящих по-русски. Иногда это совпадает. Вот такой состав нашей армии. Еще вопрос? Ася, к сожалению, времени больше не осталось, поскольку мне остается поблагодарить вас. И до встречи. До встречи. До встречи через неделю. Я просто хочу сказать, что очень скоро у нас еще один, очень важный для Израиля праздник, который в этом году совпадает с 9 мая, Днем Победы. Так что, когда русские евреи будут праздновать День Победы, и одновременно израильтяне будут праздновать День Независимости. Это замечательный праздник, праздник создания государства. И мы уже начинаем к этому готовиться. Спасибо, спасибо. До встречи. Спасибо и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!